Я хотел бы рассказать о том, о чем было в предыдущем докладе, но на примере нашего экспириенса. Это с точки зрения, как сложно фокусироваться на технологии, если вы хотите сделать технологию, или делать продукт сначала, то есть что является первичным, и вообще как о чем думать, почему какие проблемы есть и так далее. Несколько инсайдс и в целом по рынку, что происходит в области дипленинга. Потому что машин ленинг в целом довольно успешный филд, а дипленинг быстро растет. Есть две очень интересные статьи, которые я всем рекомендую прочитать. Здесь внизу они приведены. Это, во-первых, примеры стартапов из Y-комбинатора, то есть за summer 2016, и вот эта статья «Growing up in the intelligence era», то есть все люди, которые занимаются стартапами или венчурными фондами в России, и они там ее себе залайкали. Поэтому я рекомендую. И есть, соответственно, из вот этих статей в целом такой тренд мировой, который уже, опять же, был озвучен ранее, что, во-первых, сейчас, так как появилось большое, вот эти вот алгоритмы интересные, появилось большое количество дейта, соответственно, можно начинать не просто предоставить какой-то сервис, а, например, помогать делать какие-то решения на основании дейта, которые раньше мог делать эксперт. То есть мы вот такой интеллектуальный труд, мы его автоматизируем и продаем. И второй шифт – это, соответственно, то, что, опять же, было озвучено, что раньше там как выглядел стартап, что все чуваки, там классные кодеры, классная идея, быстро протестировали, бизнес-девелопмент и так далее. Но сейчас к этому добавляются две вещи. То есть, во-первых, вам нужно где-то найти дейта, которая в идеальном варианте ни у кого нет, или хотя бы не так долго ни у кого нет. И во-втором – это сделать какой-то self-learning код, который либо будет open-source, либо вам нужно придумать его самостоятельно и улучшать как-то. Ну и, соответственно, здесь пример тех компаний, которые используют machine learning и дейта для отдельных кейсов. Ну это, в принципе, примеры из Y-Combinator, так что можно там их смотреть. Соответственно, есть проблема фокуса, которая тоже была озвучена ранее, в том, что есть компании, которые… и вообще направление компании, здесь вот OpenAI, по-моему, приведен, но это больше там artificial general intelligence, классная мечта, которой все хотят заниматься. В целом было бы очень здорово, только денег не зарабатывать пока. То есть мы все знаем, что делать, когда она будет, и как ее применять, но что делать сейчас, пока ее нет, это вот черт его знает на самом деле. Поэтому все вот эти ребята, они там имеют отличное финансирование, или имели отличное финансирование, кого-то уже купили, кого-то там еще купят, наверное, да? Ну нет, кого-то уже не купят, уже OpenAI вряд ли купят. Но это research, да? То есть это long-term, мы делаем там что-то классное и потом. Здесь конкретные есть люди, да? Там конкретные компании, которые сделают здесь и сейчас конкретный кейс, пошли в business customer development делать там и так далее, и так далее. То есть здесь, хотя есть Maluba, да? Несколько такой тоже технологический стартап такой тонкий, но в целом вот это надо тоже понимать, да? То есть что вам интересно и что вы хотите делать все-таки, да? Там может вам стоит работать, идти на самом деле сюда, а не делать компанию. Вот. А есть некоторый такой, ну, личный perception там, ну, там, личной нашей команды. Perception с точки зрения вообще, что происходит с дипленингом, где сейчас дипленинг и что будет потом, там, через несколько лет с дипленингом, да? То есть сейчас происходит, но в основном, то есть очень много стартапов, их видно, да? То есть их уже купили, они уже делают сервисы, которые работают в области компьютер-вижн. Ну, в целом все отлично, в принципе, field solved. И хотя вчера докладчики рассказывали, что есть очень, ну, там, есть еще интересные задачи, но, как бы, заниматься технологическими прорывами в области компьютер-вижн, я, ну, я не компетентен, чтобы говорить, конечно, не стоит, но, по-моему, очень много людей занимается просто, реально очень много. Вот. И в России есть лаборатории даже исследовательские, даже в России. Значит, второй момент, ну, with all due respect, не так много людей в России занимается дипленингом, да? То есть машинленингом занимаются, но дипленингом как бы нет. Второй аспект – это NLP и reinforcement learning, да? То есть NLP – это вот Skype Machine Translation, например, да? Насколько мне известно, это бета, то есть это неработающая система, ну, в смысле, неработающая, но не там совсем любые языки, любые продакшены. Вот, поэтому это как бы в процессе, да? То есть вот мы там доберем еще дейта, доберем технологии, будет круто. Вот. А еще, опять же, да, вот эта вот штука, in progress, да, вот обыграли AlphaGo, обыграл, значит, чемпиона мира в ГО на reinforcement learning. И здесь действительно, как бы, вот ребята вроде рассказывают, вот мы сразу внедрили эту технологию в управление системами охлаждения data center в Google, а и сразу начали экономить. Вот. Ну, то есть в целом тоже можно сказать, там, технология ready, но на самом деле не совсем, потому что для того, чтобы, например, вот эта штука играла, да, то есть нужно было компьютернг-пауэр, там, всего дипмайда, ну или там много, да. А для того, чтобы, например, она была более, там, приближенная к рынку, нужно, вот как, опять же, предыдущий докладчик говорил, нужно больше advances in hardware и advances in алгоритмы. Ну, про вот этих ребят как бы все понятно, да. Вот, то есть, наверное, стоит об этом думать, но мы потенциально как-то рассматриваем себя вот где-то вот здесь, да, то есть с одной стороны мы хотим сделать технологический breakthroughs, и на основе него уже там интересные, там, развивать дальше там функционалы нашего продукта, с другой стороны, ну, все-таки там цель долгосрочная, да, потому что мы, помимо того, что мы компания, мы еще находимся на базе лаборатории физтеха, и в целом, то есть, хотелось бы заниматься там в рамках лаборатории там фундаментальными исследованиями, связанными как раз вот с этой историей. Вот, про то, что я буду рассказывать, да, вот опять же, из вот этой статьи отлично, есть, соответственно, несколько стадий финансирования, есть очень много вещей, о которых стоит думать, там все отлично написано в статье, пересказывать смысла нет, лучше прочитать. Я рассказываю про стадию C, дальше еще там не ходили, как бы, да, про Series B, может, через год встретимся, там, через Series A, да, обсудим. Вот, ну, и, соответственно, несколько инсайдеров, с которой я хотел рассказать в целом, то есть, что может быть интересным и вообще может быть кому-то полезным, и, может, там, что-то вы расскажете гораздо более интересным мне там в вопросах. Вот, значит, ну, во-первых, инвесторы, да, то есть, опять же, было уже вопросы про инвесторов, значит, два вопроса, да, два вывода, да, простой, значит, да, соответственно, то, что я буду рассказывать, инсайдс, это инсайдс про нашу компанию, как бы, да, то есть, это не про то, что вот мы делаем продукт, здесь, сейчас, на готовых технологиях, и все. То есть, это вот нет, как бы, да, то есть, мы как раз хотим сделать некоторые технологии, и затем их push-in дальше в продукт. Первый вопрос. Вам нужно найти достаточное количество денег, которые вам не только риски закроют. Если у вас есть деньги, отлично, личные деньги, супер. Но если денег нет, то чтобы, например, собрать какую-то команду разработки, особенно еще R&D-команду разработки, которая еще и соображает хорошо, и которая еще в Google не уехала. То есть здесь есть в принципе в этом space, и там дальше есть несколько людей, которые либо уже в Google, либо уедут в Google в ближайший месяц, DeepMind, например. То есть такого класса люди, как их сложно как-то замотивировать. Вопросы мотивации были озвучены предыдущим докладчиком, отлично. То есть вам нужно где-то найти количество денег, чтобы как-то доехать, то есть иметь какой-то runaway. Опять же ваши гипотезы, которые вы хотите протестировать, могут не хватить. Вам придется где-то искать другие деньги, может не инвесторов, грантовые деньги, например, и так далее. То есть, например, есть ряд компаний, IBM, NVIDIA, Facebook, например, которые дают гранты, и вы можете тоже их привлекать, и, например, компьютеринг-пау искать там. То есть там Amazon, Microsoft. То есть не обязательно, ну, то есть Lean Startup, то есть ищем не надо ничего тратить вообще в идеальном варианте. Надо только зарабатывать. Или какие-то экономики. Второй вопрос, да, это to be way of dangerous Russian investors, ну, опять же, был озвучен. То есть вот есть такой экспириенс у нас, что есть отличные ребята, которые сделали бизнес успешный, есть паномеры, есть там вообще все отлично, а есть и много паномер даже, паномер. Но они как бы рассматривают вас не как IT-стартап, как классические долина, там история, там за какой-то там 10-20% faculty вас там зафинансировать на CD, а они рассматривают вас, ребята, как бы мы бизнес-партнерс, там, ну, мне кажется, что вот наш мой вклад там sales and marketing и так далее, и ваш как engineering, он где-то 50 на 50, но есть еще и деньги. А деньги сколько могут быть? Ну, процентов 30, наверное. Ну, и в итоге выходим на те 80%, которые инвестор, значит, имеет в компании, а дальше как бы она становится не фандабл и так далее. Вот, поэтому вот здесь надо смотреть, да, то есть в принципе инвесторы есть, которые там, ну, готовы вам как бы давать деньги на адекватных условиях, просто надо найти, вот. Но есть вторая проблема, как бы, да, которая с инвесторами, которые есть и не в России. Значит, тоже довелось пообщаться как бы с разными людьми интересными, вот, и они воспринимают Россию сейчас как бы плохо. Конечно, сейчас ядерная Корея проводит, ядерные, в смысле, это Северная Корея проводит ядерные испытания, вот, и там как бы мы, как бы, может быть, стали повыше в рейтинге perception of investors, чем просто там Северная Корея. Но вот буквально там несколько месяцев назад, то есть реально восприятие такое, и очень сложно вам привлечь деньги как бы от этих людей, потому что они говорят, ребята, классные ребята, классная команда, приезжайте к нам. То есть в США, пожалуйста, или там в Европу там куда-то приезжайте, welcome. И, соответственно, вторая проблема, да, то есть это то, что вам нужно найти реально продуктовый фокус, просто действительно, то есть вот предыдущий закладчик озвучил, Виктор, что инжиниринговая команда, ее очень интересно сделать классный breakthroughs. На самом деле, то есть DeepMind, вот он реально там, я не знаю, как Хасаби замотивировал там инвесторов, ну, у него, наверное, были свои какие-то деньги, да, там и так далее, но реально DeepMind не делал никакого продукта, он делал технологии breakthroughs, и он их сделал, но никто не знает, сколько было еще DeepMind, вот, и, в общем, как бы здесь сложно, да, поэтому все-таки стоит думать и о продукте, и я просто от очень многих генеральных дикторов компаний в последнее время услышал, что всем как бы интересно иметь R&D внутри компании, но при этом они понимают, что как только появляется продукт, сразу все ресурсы компании, все мысли там всех-всех-всех начинают думать о том, как больше зарабатывать, как улучшать продукт, как повышать территорию из клиентов и так далее, а сам ресерч, да, который вам обеспечивает долгосрочное преимущество, нифига не финансируется, и здесь есть отличный пример тоже, вот, я был несколько удивлен, что когда Google, например, говорил о том, что вот мы тут вложили в ресерч деньги, то их акции, они падали там на там какое-то количество, потому что аналитиков на рынке интересует только как бы мгновенный прирост там от маркетинга и так далее, вот, но поэтому я так понимаю, это была, наверное, одна из причин, почему Google стал алфабетом, там нет никаких проблем, там алфабет занимается сайт-прожекса, вы зарабатываете деньги, все супер, вот, ну, это так, то есть к вопросу фокуса и восприятия. Второй вопрос, это команда, да, то есть для того, чтобы сделать какие-то технологические прорывы, ну, здесь вот реально, то есть, опять же, есть, было рассказано этот слайд частично, вот, да, то есть вам нужно иметь все компетенции в команде в идеальном варианте, плюс, так как все-таки действительно толковых людей, ну, как, в дипленинге для того, чтобы сделать Breakthroughs, надо еще добрать откуда-то каких-то идей, то есть в идеальном варианте самое очевидное, набрать идеи из Neuroscience, то есть вам нужно найти где-то людей, которые занимались когда-то там нейробиологией или сейчас занимаются нейробиологией, и может быть у них есть какой-то больше там экспириенс, какие-то идеи, как там сделать эти синаптические связи, там веса, там обновлять и так далее, но это чисто такая идея, то есть откуда вам, как собрать команду, то есть ее нужно как-то сочетать очень много компетенций и дать какой-то competitive edge. И вторая история – это R&D Team. Ну, с R&D Team вообще засада, вот, значит, потому что действительно там сидят большие компании, есть вот, например, да, то есть и они проводят разные конкурсы, мероприятия, олимпиады, у них там отличные зарплаты, бесплатная еда, отлично вообще все, да, то есть, но история там других компаний и вообще там основателей успешных и, по-моему, Павел Дуров, так говоря, не знаю, в общем, кто-то говорил, что, в принципе, первым молодым идите работать в большой компании и вам как бы там все каюк. Но, с другой стороны, вы там можете научиться работать, да, и потом уйти в стартап. Тоже как бы есть. Вот, но тут какая-то история интересная, что с R&D Team, что с точки зрения если вы делаете технологический стартап, то вам, еще продуктовый технологический стартап, то вам нужно находить людей, которые очень коммитут, очень готовы долго работать как бы за небольшую зарплату либо вообще бесплатно в идеальном варианте, да, и при этом они там очень талантливые и они коммитут именно на идею. То есть им интересны именно технологии breakthroughs, например, а не просто там мне интересно там что-то делать. Вот, такие люди действительно есть, в России они есть, в России, к сожалению, нет мест таких, как Facebook AI, Research, и там Google Brain, Google DeepMind, и так далее, ну, или, к счастью, там для некоторых команд. Но люди на самом деле немножко в тоске находятся от индустрии и приходят, как бы хотят заниматься Research. А Research в России не так много платят, особенно в современном мире, когда в современной экономической ситуации, когда там все плохо. Вот, и здесь вот есть такая идея одна, что в целом, на самом деле, мы пришли к такому выводу, что на самом деле не так много людей реально способны создавать breakthroughs, потому что люди, которые читают статьи и понимают, что на них написано, у них остается ложное ощущение, что они способны сделать такие же крутые статьи, как бы даже близко нет. То есть вам нужно, то есть иметь, с одной стороны, engineering background, mathematic background, и в идеальном, может, какой-то science background, то есть, ну, очень надо иметь там сложный набор компетенций, чтобы реально работать там R&D-ресерчером, и пожалуйста, да, то есть, в принципе, такие люди в России есть, но их немного. Вот, ну, и последний слайд мой, такой как бы третий инсайт, это go-to-market. Опять же, было классно все рассказано ребятами, там, которые рассказывали про network effects и про то, что чем больше у вас, соответственно, дейты, тем более классный продукт, тем больше у вас кастомеров и так далее, и так далее, и так далее. Классно заменчили, все, супер. Вот, но проблема в чем, что вам нужно найти где-то дейты. Опять же, где найти дейты было сказано, так что я не буду повторяться, но есть хороший пример вот этой компании, это XAI, классная компания, привлекла много миллионов, как бы отлично живет, всех, они занимаются планированием, то есть, ну, то есть, вы анализирует вашу дейта, ваши имейлы, там, и так далее, и предлагают, мэчит встречи, там, и так далее, но оказалось, что там была статья на техранче, по-моему, оказалось, что там, в принципе, работают отличные студенты, вместо AI, называется там AI-тренер, там за 45 тысяч долларов в год классно сидят, то есть, ну, то есть, они набирают дейта, но на самом деле, там, как бы, за счет этого работают, то есть, такой краудсорс, такой за деньги, ну, open source, из открытых источников, вот, ну, и вторая история, да, соответственно, где, как сделать какие-то продажи, как найти дейта, кстати, в том числе, да, и откуда, как выйти на свой продукт, такой B2C, да, там, либо до B2B, но такой широкий, вот, что в целом, тоже опять было сказано раньше, что можно делать пилоты для B2B больших компаний, мы потенциально, ну, мы их и делаем, и участвуем, но вопрос в том, что очень длинные циклы продаж могут быть, потому что, ну, реально, то есть, от одного из банков, например, ну, вот, смотрите, мы давайте быстренько согласуем тут, да, хорошо, быстро согласуем, быстро согласуем, сколько быстро, ну, три недели, например, но быстро согласуем, один документ, и там их там много, там их там, ну, то есть, это занимает реально долго времени, и как бы не стоит, а есть еще второй, кстати, да, инсайт такой, что реально пришел, например, кейс, ну, мы как бы почему-то создавали ощущение, что мы связаны с чат-ботами, хотя мы не делаем чат-ботов, мы делаем engine интеллектуальный, но с точки зрения компании, то есть они пришли и сказали, классные ребята, мы сеть ресторанов, мы хотим себе, например, ну они дальше написали ТЗ, которые ты читаешь, понимаешь, что реально супер интеллигентс, то есть это такой живой человек, который сидит и что-то там делает, еще в этом бота надо сделать, он еще должен домучаться, отлично вообще настраиваться и так далее. Ну и где-то даст миллион рублей, отлично вообще, если сделаете, ну полтора месяца, ладно. И на самом деле мы с ним поговорили, то есть им на самом деле более оптимально может людей посадить, то есть это как бы если они реально хотят, посадили человека или двух, и отлично все он им сделает. И второй момент, да, опять же важная очень история, что связанная с тем, что разработка заказных вещей, то есть даже если вы прошли все эти cycles для того, чтобы найти дейты, для того, чтобы заработать каких-то денег, для того, чтобы иметь более долгий runaway, снизить свои риски, то, что у вас ничего не получится и так далее, вам реально надо, во-первых, как бы не отдать IP или как-то договариваться с IP, а это для людей очень странно, то есть как это, я деньги заплатил, как бы в мою IP, как бы, что, какие вопросы. Как бы ты говоришь, смотри, модель твоя, как бы код мой, а дальше начинает такой shift, что раньше какие модели, как бы там, я видел там модели там ходят, да, вот, а какие у тебя модели, то есть тут, как бы, не очень понятно для бизнеса сейчас, как бы, им приходится объяснять очень многое, что, как бы, смотрите, может, на тренинг модели отдадим, вот, пожалуйста, они будут решать ваши проблемы. Вот, а код, как бы, как эти модели сделаны, ну, это, как бы, отдельный разговор. Вот, ну, да, при вероэльте, опять же, была история, связанная с Networks Effect, и то, что это не Networks Effect, вот, ну, в общем, вот так живем, да, и в дополнение ко всему этому, да, то есть это все не отменяет того, что если у вас стартап, то вот это все счастье, да, all the jazz, он идет, то есть надо, там, как бы, экономить деньги, думать обо всем, там, постоянно думать, нужно это кому-то или нет, там, ну, как обычно. То есть эти вещи я не рассказываю, потому что они, как бы, есть люди гораздо более профессиональные в этой аудитории, там, и так далее, вот. В принципе, спасибо, если есть какие-то вопросы, готов ответить. Не знаю, я вписался, тут модерат. Вопросы Владислава. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня такой вопрос, ну, как к человеку, который, ну, из академической, что ли, среды, ну, физтех, ну, база физтеха. Понятно, что в России, ну, инвесторы пуганные, вот. Вот, возможно, такой вопрос, в общем, какова роль от гарантов и вообще государственного содействия в таких технологических стартапах? Страшный вопрос. Значит, смотрите, роль, с одной стороны, в России должен был выстроен быть и выстроен вроде как институт, так называемый инновационный лифт. То есть есть Бортник, есть потом, значит, Сколково, есть потом РВК и потом Внешэкономбанк когда-то. Ну, РВК, Роснан. Вот. А, значит, это вот типа вот на разных стадиях развивается идея и, в общем, вот так развивается. Отлично. Но это не очень хорошо работает. Значит, роль грантов, она следующая, что, с одной стороны, они вам, в общем, могут помочь, как бы дожить какое-то время и что-то делать. И налоговые льготы Сколково, они очень актуальны. Например, есть, кстати, налоговые льготы на IT-компании. Ну, я думаю, большинство людей, кто с компаниями, они уже имеют эти льготы. То есть вы, например, 50% социальных числений можете сэкономить. Но это не гранты. С грантами история в чем плоха? Что две вещи. Во-первых, это государственная поддержка и в России. То есть и в лице западных инвесторов. Может быть, не очень найс. Ну, для некоторых. Реально людей не очень найс, если вы потом планируете дальше развиваться на международный рынок. Второй момент, что для того, чтобы вам подготовить и получить эти гранты, даже Сколково, в среднем занимает где-то 9 месяцев. То есть вот тут был хакатон Дипхак. Наверное, тут даже есть некоторые участники этого хакатона. Там был сколковский грант, который выиграла команда, которая там имела какую-то компанию и выиграла. Но где-то там… Это было в феврале. Вот сейчас я разговаривал где-то 3 недели назад или что-то такое. Они там заполняли до конца грантовый меморандум, для которого можно было получить деньги и так далее. То есть в целом занимает где-то 9 месяцев. То есть у Сколково от момента, когда вы пришли в Сколково, я говорю, я хочу грант, там есть разные стадии. До момента, когда вам его реально дадут, ну если вообще дадут, и вы заполните все документы, ну есть хорошее число из природы 9 месяцев. Сколково тоже играет по правилам. А какие еще грантовые инструменты есть? Ну для науки, смотрите, гранты даются вообще РНФ или другие есть на лаборатории, исследовательские гранты. Это как бы другая история. То есть вы можете тестировать идеи. Но это если вы, допустим, из Академии пришли, у вас есть хорошая идея, вы думаете, что потенциально они могут выстрелить, а затем вы сделаете компанию. Ну вы можете протестировать эти идеи на гранты, например, отлично. Если реально вы можете заниматься на эти места, где можно найти такого научного руководителя, лабораторию и так далее. Так гранты, про гранты для железа я рассказал. Еще интересует, потому что статистика какая-то известна. Сколько вам известно команд, которые на грантах сделали что-то такое, что потом позволило им продвинуться куда-то? Что-то полезное сделать? Я не знаю, к сожалению, статистики. Я просто слышал такое мнение в венчурном рынке, что в принципе нет ни одной компании, которая получила государственную поддержку в России и что-то сделала серьезное. За исключением, есть несколько компаний, например, Rockflow Dynamics. Но они пришли туда, когда у них уже была выручка, у них уже было все отлично, они просто использовали грант, например, может, для масштабирования или для какой-то выхода технологии на какой-то новый уровень. Но гранты – это деньги токсичные. Токсичные они с очень разных концов. То есть вы получаете деньги, вы их не зарабатываете. Я бы рассматривал гранты как ресерч. То есть если гранты на ресерч отличные, если вы можете как-то сколлаборировать, например, ресерч в лаборатории, в какой-то ИСУ-компанию, вообще отлично. То есть вы тогда можете получать какой-то competitive edge. Но в целом гранты не сильно помогают, потому что вы начинаете… Да, вот Виктор, можно давайте. А, в микрофон можно, пожалуйста? Да. Вы думаете, ладно, я сейчас еще вводят на небольшой грант, на 5 миллионов рублей, вводят, мы что-то будем пилить. Это создает, опять же, ложный сигнал, как мне кажется. Я не могу перечислять компанию по названию. Я знаю очень много компаний. Я знаю вообще, мне кажется, половина резидентов сколково лично, что грант — это флот. Хорошо, спасибо. Вот примерно это я ожидал услышать. Окей. Еще вопросы? Other questions? Все, видимо, уже… В принципе, да, там уже конец и еда вроде как это… Но еще раз поблагодарим докладчика. Спасибо. 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 Продолжение следует...